Биомиметика Ну что ж, добрый вечер. Тема нашей сегодняшней лекции — это «Биомиметика, подражая природе». Вообще, когда я говорю кому-либо вот это слово «биомиметика», обычно, если человек не связан как-то с наукой, образованием, обычно меня не очень хорошо все понимают и думают, ну, миметика, что-то такое мимимишная, что-то какая-то очень милая наука. Но нет, под «биомиметикой» подразумевается немножечко не это. Я думаю, многим из вас знакомо немного сходное понятие, называется «бионика», например. Слышали про такое? А что такое тогда «бионика» или «биомиметика»? Есть какие-то возможные варианты? Ну, вроде кажется, что «био» — это значит что-то такое живое. «Миметика» — это повторение чего-либо, имитация чего-либо, значит, имитация живой природы. Ну вот «бионика» — это тоже, например, такая инженерная уже область, которая связана с имитацией живых организмов, либо живых структур на каких-то уже искусственных объектах. Ну, самое такое попсовое, что можно представить, это еще времена Леонардо да Винчи, когда крыло птицы рассматривали как возможный прототип крыла самолета. Это вроде бы понятно. А вот, глядя на эту картинку, можете догадаться, что тут такого можно взять у паука-серебрянки? Паука-серебрянки. Прошу. Так, еще варианты. Так. Вот, вот это абсолютно правильный ответ, да. Это паучок, который может очень хорошо себя комфортно чувствовать в воде, и он делает купол, и под этим куполом как раз у него и находится пузырек воздуха. Вот как раз вот первый водолазный колокол был создан как такой вот уже последователь вот этого паука-серебрянки. Ну, или такой вот тоже интересный, уже более такой школьный пример. Это кость, это большеберцовая кость. На что она похожа? Бетон? Ну, это для строительства. Это для строительства, на самом деле. Это известное всем сооружение. Эйфелева башня, абсолютно верно, да. Возможно, это неизвестно, но, может быть, Эйфель как раз и вдохновлялся вот такими подобными структурами, но даже если не вдохновлялся, то сама структура, которую выстраивает наш организм, кость, как раз очень сходен со структурой Эйфелевой башни, потому что именно так расположены конструкции, условные сегменты в костной ткани и также в Эйфелевой башне, которые могут эффективно перераспределять нагрузку. Неважно, где мы перераспределяем нагрузку в нашем теле, либо в какой-то огромной макроконструкции. Один из тоже таких достаточно каноничных примеров — это эффект лотоса. Если кто видел листочек лотоса, то знают, что с него очень хорошо скатывается водичка. А почему? Потому что на нем есть такие маленькие микро-нанопупырышки, которые как раз способствуют возникновению эффекта супергидрофобности. Гидрофобность, то есть боязнь воды. И супергидрофобность — это когда капелька воды не растекается, а прямо становится шариком, и шарик хорошо стекает с листочка лотоса. И вот это как раз схемка, демонстрирующая, как капелька может не растекаться, а собираться на вот этих пупырышках. То есть между капелькой и пупырышками еще есть вот такая небольшая прослойка воздуха. И просто имитируя вот эту структуру, повторяя ее на синтетических объектах, можно достигать вот такого эффекта, что капелька падает, разбивается, но обратно собирается в капельку, в шарик, и уже не растекается по поверхности. И вот как раз такое явление можно использовать для нанесения универсальных покрытий, которые могут быть, например, антивандальными. То есть кто-то там граффити нарисовал, это взяли, смыли обычной водичкой, потому что краска, либо вода, они не будут держаться на такой поверхности. Меня химию поверхности можно делать это покрытие олеофобным, гидрофобным, то есть в зависимости от того, что вы хотите убрать с этой поверхности, там масло, краску или еще что-либо. И вот, например, некоторые самоочущающиеся стекла как раз сделаны с вот такими супергидрофобными покрытиями. Это очень такая сейчас популярная тема, потому что, например, супергидрофобность очень важна, например, для кораблей. Вот есть такая проблема у кораблей или у лодок, у яхт. Это налипание, нарастание всего такого из воды, какие-нибудь микроорганизмы, все вот это зеленое, начинает облеплять дно судна. От этого надо избавляться, потому что это изменяет ход судна, изменяет скорость, соответственно, изменяет потребление топлива. Ну а как? Надо просто сделать какое-то супергидрофобное покрытие, на которое просто ничего не будет липнуть. Поэтому это очень важная тематика. Из таких тоже интересных примеров, тоже каноничных, это поезд, который как раз похож на клюв, например, зимородка. Чем интересны зимородки? Они, когда могут нырнуть за рыбкой, у них и голова очень хорошо обтекается. Обтекается струей воздуха либо водой. И она не создает, вот эта голова, погружающаяся быстро в воду, такие вот особые гидрозавихрения, либо завихрения воздуха. Вот то же самое и с поездами. Когда были проектированы первые такие высокоскоростные поезда, которые ехали на скорости 300 км в час, возникала такая ситуация, что он разгоняется, едет, и после какой-то критической скорости идет очень мощный поток воздуха за вихрениями, который влияет на очень сильный шум. И вот первые поезда, у которых нос был не очень обтекаем, как раз они производили очень много шума. И вот поэтому все сейчас самые современные поезда, они имеют такой вот вытянутый впереди себя клювик, который как раз похож на клюв птиц. Еще вот пример хороший из строительства, как можно имитировать живую природу. Вот перед вами различные губки, либо это целые вот такие жилища, которые образованы термитами. Все они обладают очень классной проветриваемой системой. Несмотря на то, что на санцепеке вот такой термитник может стоять, струи воздуха в нем могут очень хорошо циркулировать. И если можно воспроизвести вот такую структуру и сформировать ее на макромасштабе, то можно строить, проектировать целые здания, в которых система вентиляции не нуждается в очень больших нагнетающих компрессорах, потому что она будет устроена таким образом, что струи воздуха будут очень удобно циркулировать по вот таким вот сооружениям. Еще один такой живой пример опять-таки с птичками. Дятел, да. Дятел, как вы знаете, может долбать, и очень долго долбать, очень сильно долбать, очень быстро долбать, и долбит он по десятку раз в секунду, может до 25 раз в секунду доходить движение его клюва во время долбания дерева. Понятно, что если уж он так сильно нагружает голову, то у него могут быть проблемы с шейной частью, с мозгами, все-таки это сотрясение тут очень немалое. Однако вся система клюва и мышц устроена таким образом, что она демпфирует удары, то есть гасит удары, как такой универсальный амортизатор. И причем жидкость, которой отделен мозг, она как раз имеет такую вязкость, которая очень эффективно гасит ударные волны. Соответственно, до мозга доходит очень малая часть вот этой ударной волны. Поэтому как раз вот такие вот системы, которые имеют демпфирование, в том числе с какими-то гидросистемами, могут использоваться для создания ударопрочных контейнеров. Некоторые такие наработки, например, используются в… Вот это что такое, знаете? Да, это черный ящик. Обычно черный ящик делается всегда оранжевым, чтобы хорошо было его видно, чтобы можно было легко найти. Поэтому черный ящик — это просто такое, на самом деле, условно бытовое название. И вот такие вот системы, которые по типу черного ящика формируются, они как раз имеют демпфирующие системы, чем-то напоминающие как раз и системы демпфирования в голове дятла. Еще вот один интересный пример, где природа предвосхитила то, что уже было потом сделано человеком. Есть такая проблема, называется флаттер. Это когда самолет летит, и при выше определенной скорости может идти такая существенная тряска, вибрация по крыльям распространяется, распространяется по самолету. И оказывается, вот в природе вот эта проблема уже была решена в системе крыла стрекозы. Вот эти вот такие уплотнения на крылышке, это называется птеростигмы. И вот эти уплотнения, они как раз создают дополнительную нагрузку на крыло и стабилизируют полет стрекозы. Вот то же самое сейчас делается на самолетах. Это такие вот дополнительные стабилизаторы по краям крыльев, которые как раз аэродинамику во время полета выше определенной критической скорости и стабилизируют. Еще один такой вариант хороший на скорости, это, как вы думаете, что это? Чешуя, кожа. Ну, это, в общем, у различных обитателей воды, у акул, например, у других некоторых морских животных и у рыб поверхность тела устроена таким образом, что вот эти вот маленькие чешуйки или различные ворсинки, они улучшают гидродинамику вот этого живого существа и поэтому очень эффективно может и быстро двигаться живое существо, несмотря на то, что вода может как-то очень сильно тормозить движение организма. И вот такая вот структура, например, как у акулы, она была смоделирована на ткани, и водолазные костюмы, наиболее такие крутые, сделаны как раз из вот таких вот маленьких сегментов, которые имитируют поверхность акулы. Еще из одних таких, такой вот каноничный пример, это губки. Губки обладают очень высокопористой структурой. Гораздо более 90% губки — это воздух. Ну, точнее, в воде это вода 90%. И губка имеет такую вот стегментированную структурку, состоящую как будто из таких вот маленьких ячеек кубиков. И вот это разработка американских ученых, они сымитировали эту структурку на титановом сплаве. Он обладает очень хорошими удельными характеристиками, он достаточно прочный. Это вот структурка, напечатанная на 3D-принтере. И несмотря на то, что пористость, то есть очень высокая, более 95%, вот такая структура может держать очень эффективно нагрузку и перераспределять ее. Так же, как это делают различные вот такие морские губки. Но вот наша сегодняшняя лекция, она все-таки находится в биолектории. Мы должны побольше поговорить про био, про медицину. Собственно, вот сейчас большая часть нашей лекции будет посвящена, а какие же разработки в области биомиметики могут быть эффективно использованы для нужд биологии, медицины и вот всего такого около этого. Ну, начнем немножко с истории. Как вы думаете, когда были созданы первые протезы человека, человеческих органов? Да, Древний Египет. И вот один из первых протезов перед вами, это протез пальчика. И, как вы видите, он круто, как прям совершенный, я бы сказал, для того времени. Тут использованы разные материалы, тут использована как и кожа для эффективного крепления, так и дерево. И, как вы видите, повторяются анатомические особенности утраченной конечности. И это вроде бы все классно. Когда мы повторяем анатомические особенности, это хорошо. Но проблема в том, что на самом деле надо не только повторять внешнюю структуру, внешнюю форму, но и понимать, а что же у нас внутри. Иначе бы сейчас вот с такими деревянными протезами все и ходили. Но, к счастью, прогресс пошел дальше. И нам надо понимать, что в зависимости от того, какой мы материал используем внутри протеза, вот так он и будет работать. Он будет либо прочный, либо не будет прочный. Он будет выполнять какие-то функции, либо не будет. И вот в 20 век он как раз характеризовался бумом на открытие новых материалов, на создание новых материалов. Но вот такое традиционное деление материалов, это вот есть там полимеры, керамика, металлы. И, в принципе, каждый обладает какими-то своими фишками. Вот, понятно, металлы, титановые сплавы известны всем благодаря своей большой прочности. И поэтому они применяются и сейчас в медицине. Полимеры могут быть более функциональными. Из керамики, ну, вы знаете, делаются различные зубные протезы. То есть много различных вариантов. Но это стандартный такой путь 20 века. Когда мы взяли какие-то крутые качества из каждой группы, например, металлы прочные, там керамика обладает высокой твердостью, соединили, получили там какую-нибудь металлокерамику. И это вот там можно назвать такой комбинацией, это могут быть композиционные материалы. Но это был традиционный подход 20 века. А что сейчас? А сейчас можно брать уже известные весьма попсовые какие-нибудь материалы и, создавая в них структуры, имитирующие структуры живых организмов, можно создавать принципиально новые материалы, принципиально новые конструкции. Это могут быть, это уже создано, это искусственные мышцы, это различные имплантаты для костей, хрящей и так далее. И вот большинство о том, о чем я сейчас буду рассказывать, это как раз наши разработки, не ту миссис, которые сейчас у нас потом коммерциализуются через нашу компанию, которую я тоже как раз и представляю. И так вот, как раз стало возможным имитировать природные структуры относительно недавно, потому что стали появляться очень такие хитрые техники, позволяющие имитировать на очень маленьких размерных уровнях природные особенности. Нано, микро, макро. И вот это такие технологии, как, например, 3D-печать. Ну, я думаю, кто сталкивался с 3D-печатью? Ну вот, смотрю, да, уже многие, ну как минимум четверть аудитории. Но, скорее всего, вы сталкивались с довольно такими простыми методами, которые просто берут ниточку и ниточку наплавляют слой за слоем. Вот это вы знаете. Но сейчас есть такие классные 3D-принтеры, которые могут печатать на уровне нанометров, то есть это уже молекулярный уровень. Об этом, если надо, я потом расскажу. И вот благодаря именно вот этим последним открытиям мы как раз и можем создавать, выращивать структуры, начиная с нанометрового масштаба и до макрометрового масштаба. И вот первая область, про которую я хотел рассказать, это использование биомиметики для эндопротезирования. Эндопротезирование — это вообще такая гигантская отрасль целая, потому что это одно из самых популярных и распространенных направлений. В чем суть всего этого дела? Дело в том, что вследствие травмы, либо вследствие каких-то возрастных изменений, сустав постепенно изнашивается. Изнашивается, точнее, его хрящ. Это называется гиалиновый хрящ. И проблема хряща в том, что он не регенерирует как наша кость. Вот если кость вы сломали, ну окей, она у вас зарастет. Ну в зависимости от возраста, либо быстрее, либо медленнее. А вот хрящ нет. Там очень мало тех клеток, которые могут участвовать в регенерации его. Поэтому, если уж он совсем истерся, ну все, значит, придется, скорее всего, прибегать к тотальному эндопротезированию. И что это такое? Это берется изношенная поверхность, вот это вот слева то, что вы видите, головка вот эта бедренной кости, она срезается и заменяется искусственным суставом. Искусственный сустав часто состоит из металлической ножки, головки, которая выполнена либо из керамики, либо из металла. И вкладыш сейчас выполняется чаще всего либо из полимера, либо из керамики. Вкладыш — это внутренняя часть, которая имитирует как раз гиалиновый хрящ. Она находится в вертлужной впадине нашего сустава. И вот как вы думаете, что общего между эндопротезом сустава и всепогодным катком? А как вы думаете, из чего сделан всепогодный каток? Вы вообще видели всепогодный каток когда-нибудь? Ну знаете, в некоторых торговых центрах стоят такие катки, которые летом не будут таять, потому что это ни разу не лед. Это полиэтилен. Поэтому что самые крутые протезы суставов, что всепогодный каток, что обычные пакетики, они сделаны из полиэтилена. И вот тут как раз есть знакомерный вопрос. А вообще, разве можно использовать вот такой материал, который вообще не очень-то прочный в такой ответственной области, как медицина эндопротезирования? Ну, ответ на самом деле — да, можно. Только вопрос, как полиэтилен сделать прочным? Давайте сейчас разберем на каком-нибудь простом примере. Вот перед вами молекулы полиэтилена. Молекула полиэтилена — это просто углерод-углерод-углерод-углерод связи, от которых идут водородики. И это просто линейная молекула. Линейная, как ниточка. И вот представим, у нас есть молекулы, у нас есть условно ниточки. И вот что нужно сделать с этими ниточками, чтобы их нельзя было взять и растащить друг друга, тащить на друга, то есть порвать материал? Да, абсолютно верно. Переплести. И логично, чем длиннее нити, тем больше вероятность того, что они как-то там запутываются в клубочке. И, собственно, это и есть основная идея, как можно использовать полиэтилен. И вот такой полиэтилен, в котором очень-очень длинные нити, то есть очень-очень длинные молекулы, называется сверхвысокомолекулярный полиэтилен. Название сложное, но на самом деле это все просто. Это обычный полиэтилен, но с очень длинными молекулами. То есть как пакетик, но очень длинные молекулы. Я потом об этом буду говорить. Полиэтилен — это один из самых прочных материалов в мире. Я об этом расскажу, я его покажу. Но вернемся к суставам. Итак, есть большая проблема. В России делается более 80 тысяч операций на суставах, и причем 9-12% этих операций — это ревизионные операции, когда что-то там пошло, скорее всего, не так, и придется этот протез менять. И часто проблема — это просто нестабильность этого протеза. И вот так выглядит вот эта самая беда с протезом. Это слева картинка протеза, и вот эта пустая область — это износ. Эндопротез — это как наш условно-природный подшипник. Наш сустав — это подшипник. И вот вы понимаете, что если долго что-то трущуюся использовать, то оно просто тупо сотрется. А представьте, что у нас, ну не знаю, там есть автомобилисты наверняка здесь, что если у нас в какую-то движущуюся систему, трущуюся систему попал песочек, что будет? Будет просто дичайший износ, абразивный износ поверхности или подшипника. И все, можно выбрасывать. Вот абсолютно то же самое идет с эндопротезом. Если какая-то частичка вдруг от него отделилась, все, пошел необратимый износ, и это все нужно менять. Вот так это выглядит в реале. Это вот мы снимали поверхность, как после циклических нагружений, то есть, допустим, человек прыгал, 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 бегал, бегал, начала расти трещинка. Вот она, стрелочкой показана. Трещинка растет. Она растет, растет, и опа, протез просто разваливается. И вроде бы это все то же самое сверхвысокомолекулярный полиэтилен, про который я говорил. Вроде бы и так офигенно прочный такой материал. Но нет предела совершенству. Как вы думаете, что еще нужно сделать с этими нитями, которые вроде бы так длинные, чтобы их еще больше зафиксировать? Что? Нет, не жать. Что? Связи? Что имеется в виду? Ну тут связи – ключевое слово. Правильно. Это называется либо химическая, либо физическая сшивка. Делаются вот такие вот мостики между молекулами. И вот такие мостики создают такую 3D-структуру, такую сеточку, как раз которая держит эти молекулы от проскальзывания. И, собственно, как раз наша задача – это сделать так, чтобы молекулы друг относительно друга не проскальзывали, еще обладали хорошими свойствами при трении. И вот перед вами структура хряща реального сустава. И вот видите, что внешний слой довольно плотный и он ориентирован. Он создает из коллагеновых волокон и хондроцитов. Дальше, чем глубже в сустав мы идем, тем более это все такое разопорядоченное. И вот идея в том, чтобы как раз сымитировать вот эту внешнюю часть сустава. Потому что на самом деле сустав, наш природный гиалиновый хрящ – это очень круто. И вот что мы сделали? Мы создали эндопротез сустава, вот он вживую, как раз внутренний слой которого и имитирует гиалиновый хрящ. То есть молекулы в нем ориентированы, как в реальном суставе. И вот так выглядят условные нити внутри этого сустава. И они состоят из полиэтилена с углеродными нанотрубками. И, собственно, все свойства такого материала сильно улучшены. Вот эта прочность просто за счет имитирования сустава, реального природного сустава, возросла в 6 раз. Коэффициент трения очень снизился. Это сухое трение. Коэффициент 0,05 – это на самом деле очень круто. И, соответственно, срок службы такого протеза уже может быть не 8-10 лет, а более 15. Согласно нашим испытаниям, которых мы проводили с коллегами из ЦИТО, это Центр травматологии и ортопедии. Следующий вопрос есть. Если маленький вопрос, можем сейчас, либо потом. Все в теле это очень круто, но на самом деле это очень правильный вопрос. И это относится к области биосовместимости материалов. Поэтому все материалы, которые хотят использовать в теле человека или даже на поверхности человека, в контакте с кожей или где-то еще, они должны проходить определенное тестирование на совместимость либо с конкретными уже тканями, куда это будет ставиться. Надо проверять миграцию вредных веществ. Надо проверять, что будет происходить с материалом со временем его использования внутри организма. Потому что некоторые полимеры будут окисляться под действием ферментов внутри организма, окисляясь, они становятся менее биосовместимыми. Это целая глобальная область, и очень большое количество денег тратится именно на проведение вот этих доклинических испытаний, связанных с оценкой биосовместимости материалов. То есть доклинические испытания — это миллионы рублей. Клинические испытания могут выйти где-то в 30-60 миллионов рублей. Поэтому гигантские деньги тратятся именно на проверку биосовместимости, поэтому это очень правильный вопрос. Ну вот одна из моих любимых областей, где можно использовать биомиметику, это биомиметические костные имплантаты. Итак, в чем сейчас есть проблема? Коллеги, давайте договоримся, что все вопросы будут после мероприятия, когда будет именно уже отдельно для этого часть мероприятия. Сейчас у нас идет лекция. Давайте запишем тогда это. Хорошо. Итак, в чем проблема имплантатов, многих имплантатов? Сейчас, конечно, очень популярны, и они хорошие с точки зрения прочности, и часто они очень неплохо работают, например, титановые имплантаты, но есть у них ряд проблем. Все такие присутствующие на рынке имплантаты, они отличны по своей архитектуре от реальной нативной кости. Кто-нибудь видел суповую косточку хотя бы обычную? Какая она? Ну, как? А? Ну, во-первых, у нее хотя бы разная структура внешне и внутри. Внутри, где есть костный мозг, это такая пористая, мягенькая структура, а внешняя часть, это называется критикальная кость, она плотная, и она как раз может нести на себя нагрузку. И вот в идеале надо как раз имитировать вот такие вот структуры. Далее. Надо, чтобы этот имплантат был не просто какой-то там железякой в организме, а он включался в процессы, которые идут в организме, был биоактивным и мог индуцировать какие-либо специфичные клеточные реакции со стороны организма. Либо, если это именно костный имплантат, он должен сращиваться с организмом. Это называется остеоинтеграция. И вот проблема в том, что существующие на рынке имплантаты, в основном, они как раз биоинертны. То есть они никак с организмом вроде как и не взаимодействуют. Это вроде и неплохо, да? Они не будут, там, не биосовместимы. Но и они не могут участвовать в реальной жизнедеятельности нашего организма. Ну и еще одна дополнительная такая, ну это глобальная проблема, в принципе, что по статистике, в принципе, даже до 20% операций могут осложняться присоединением инфекций. Ну и это такая общая мировая проблема. Ну и давайте подумаем, что нужно сделать, чтобы создать вот некий вот такой универсальный, идеальный имплантат, костный имплантат. Ну, во-первых, нужно подобрать химический состав. Вот перед вами вот этот идеальный химический состав. Что это? Это справа, это коллагеновые волокна. Ну, коллагенового, там его много различного, но вот коллаген как раз он и придает упругость нашим костям. А вот слева это химическое вещество, которое называется гидроксиапатит. Гидроксиапатит — это как раз химическое вещество, которое и создает жесткость в нашей костной ткани, он состоит из кальция, фосфора, кислорода. Собственно, именно поэтому, может быть, есть какая-то такая сермяжная правда в том, что когда там родители говорят «Ешь рыбку, в ней фосфор». Ну, почему? Потому что фосфор — это как раз один из химических элементов, компонентов гидроксиапатита, который как раз является основой нашей костной ткани. Собственно, можно как-то брать вот такие вот химические элементы, такие вещества. Есть различные варианты, это может быть не только гидроксиапатита, кому интересно, там трикальцийфосфат, октокальцийфосфат. У них свои преимущества, это отдельно можем оставить на вопросы. И вот можно брать химические элементы и вводить их в уже более традиционные материалы, неважно, титан это будет, либо какие-то полимеры, там тоже самый полиэтилен, и улучшать их химическое сходство с реальной костью. Дальше нужно воспроизвести микроструктуру костной ткани, а вот это как раз биомиметика. Как я говорил, кость состоит из разных слоев. И вот можно эти слои имитировать в одном едином изделии. И вот перед вами как раз созданный нами имплантат на основе полиэтилена, который состоит из сплошного внешнего слоя, картикального слоя, и внутри он высокопористый. Около 90% это поры. И если сравнить его структуру, справа это реальная губчатая костная ткань, которую мы снимали на сканирующем электронном микроскопе, а слева это полимерный имплантат. Видите, что структура и размер пор очень-очень похож на реальную кость. И нам надо сделать так, чтобы вот эти поры… А вот зачем поры в имплантате вообще, как вы думаете? Да, нужно, чтобы где-то у нас там находился костный мозг, чтобы через что-то шло сращивание, чтобы шла воскулиризация, то есть прорастание кровеносных сосудов. То есть нам надо, чтобы наш имплантат был не просто с таким искусственным кусочком, а интегрировался с организмом. И вот нам надо сделать так, чтобы через эти поры хорошо могли расти клеточки. А они когда будут хорошо там расти? Когда за них зацепятся, за поверхность имплантата. Поэтому мы делаем, можно видеть, такие маленькие пупырышечки, такой микрорельеф, за которые как раз могут хорошо цепляться клетки. Далее, что нужно сделать? Нужно воспроизвести свойства костной ткани. Вот тут немножечко такого биоматериаловедения. Вот справа выглядит достаточно сложно. Это называется диаграмма Эшби. Это очень важная штука для материаловедов. Эшби — это очень такой был, есть, крутой материаловед из Кембриджского университета, который придумал, что можно взять несколько свойств важных для нас. Например, это модуль упругости и трещиностойкость, например, что важно для костей. И соединить эти свойства относительно разных материалов. И вот эти области кружочками отмечены. Вот здесь вот, желтенькая, это кость. Губчатая кость и сплошная кортикальная кость. Между ними, прямо на этой диагонали, находится полиэтилен, про который я уже говорил. Таким образом, играя со структурой, меняя его структуру, например, методами биомиметики, можно добиваться необходимых свойств, например, свойств конкретно пористой, это называется, тропикулярной кости. И вот, создавая пористость более 80%, и имея определенный размер пор, можно как раз в этот кружочек, в этот овал и прийти. Вот как реальная структура таких имплантатов выглядит. К чему это приводит? Вот так это выглядит под микроскопом, и это как раз соединение пористого слоя и сплошного. И к чему все это приводит? Что верхние картинки, А и Б, это традиционные пористые полимерные имплантаты, которые используются для челюстно-лицевой хирургии. Если его такой протезик согнуть, он треснет. А вот на картинке ниже, ВГ, или вот у меня в руках, это как раз высокопористый, 90% пор, полиэтилен. Мы его можем взять, согнуть, смять, свернуть в трубочку, ничего с ним не происходит. Это благодаря тому, что мы воспроизводим в нем нужную структуру методами биомиметики, и подбираем определенные условия его получения, благодаря чему он как раз обладает очень такими классными свойствами. И вот это демонстрация его классных свойств. Это замедленная съемка, падение груза на вот такой вот сэндвич, такую структуру, которая имитирует кость, 30 тысяч кадров в секунду. Видно, что груз бахает по имплантату, имплантат отпружинивает, и структура начинает возвращаться. И вот если посмотреть на картинку слева, это микроскопия, и видно, что трещины не растут даже после вот такого серьезного удара, когда его просто смяло. И это как раз благодаря очень высокой ударной прочности такого вот имплантата. И вот такой имплантат будет очень хорошо срастаться с реальной костной тканью. Вот это вот такой вот кусочек, как я вам показывал. Это его структура под микроскопом, а это уже кусочек после того, как он срастился с тканями организма, которые как раз подкрашены вот таким вот розовым цветом. Но на самом деле тут не все так легко и просто. Приходится изучать, а как же себя в реале ведут настоящие кости. То есть нужно понимать биомеханику костей. Ведь дело в том, что в зависимости от возраста, в зависимости от места, где эта кость в организме находится, будут абсолютно разные механические свойства у этих костей. И это как раз и влечет одну из основных проблем существующих сейчас металлических имплантатов. Это сформулировано вот таким хорошим неравенством. Это значит, модуль упругости титана больше модуля упругости костной ткани. Что это значит простыми словами? Кто-нибудь может сказать, что это такое? Да, все верно. Модуль упругости — это характеристика жесткости структуры. И вот получается, что титан очень жесткий. И проблема как раз в том, что если титан очень жесткий, и вот у нас есть, например, кость, дальше титановый имплантат, а опять кость, то кость уже начинает гнуться под нагрузкой, ну, человек там прыгает. Кость чуть-чуть гнется, а титан еще не гнется, он жесткий. И получается, нагрузка переходит на этот титановый имплантат. А если у нас такой вот в организме закон, в принципе, по всем мире закон Вольфа, согласно которому, если наша костная ткань остается без нагрузки, то она может изменять свою структуру, как-то ремоделировать и, соответственно, может охрупчиваться. Потому что нет на нее нагрузки, может быть, она не так там и нужна, эта кость. И вот она остается без нагрузки, а титан всю нагрузку на себя несет. И поэтому как раз может пройти вторичный перелом как раз по границе титановый имплантат, кость. И вот это, например, очень большая проблема для животных, которым ставят такие имплантаты. У них через месяца-два может обнаружиться вторичный перелом, потому что собаки не скажут, что ты не прыгай, не надо, лучше полежи. Нет, она будет прыгать и будет прыгать сразу, когда ее установят этот имплантат. То есть будет постепенно наращиваться эта нагрузка на имплантат и произойдет вторичный перелом, просто потому, что кость остается без нагрузки. И поэтому что делаем мы, биоматериаловеды? Вот это вот, можете даже особо об этом не думать, но это очень такая хорошая, демонстрирующая ужас ситуации картинка. Вот это самый популярный нынче титановый сплав, который используется в медицине. Он вот здесь. А наша кость, она вот здесь. Как видите, тут далеко до идеальности. И поэтому что мы можем делать? Мы можем воспроизводить пористую структуру костей, изменять структуру титана, то есть обычного традиционного материала, чтобы наконец-то попасть вот сюда. И вот вы видите, здесь несколько вариантов структуры таки попали в структуру кости. То есть, используя принцип биомиметики, даже такой старинный традиционный материал можно заставить быть еще лучше. Как это выглядит на практике? Мы методами компьютерного моделирования рассчитываем нагрузку. Разными цветами показаны разные нагрузки на имплантаты. И понимаем, что при этой нагрузке он себя не будет хорошо вести, а или там будет хорошо вести. И потом методами 3D-печати распечатываем вот эту структурку уже в реале. И делаем имплантаты, которые могут в себе совмещать сразу несколько слоев. Как я говорил, губчатый слой, сплошной слой. Вот, например, это как раз вот такой вот имплантат. Это имплантат части тубулярной трубчатой кости, у которой есть как раз кратикальный слой, жесткий слой, и внутри он мягенький, пористый, через который может как раз прорастать ткань. Но это не все, что нужно сделать с костными имплантатами. Нужно повторить их точную структуру, точную геометрию. То есть уже чтобы не просто внутри на вот таком вот маленьком уровне все это было похоже на кость, но и чтобы внешне это совпадало с костной тканью. Но тут там как раз на помощь приходит уже оставшая более-менее традиционная 3D-печать. Что можно делать? Можно методами, например, компьютерной томографии. Что такое томография? Это рентген только со всех сторон, рентген в 3D. Вот можно методами компьютерной томографии снимать область повреждения у человека и потом просто конвертировать ее в 3D-модель. Вот как это видно, здесь вот череп, снятый на компьютерном томографии, с таким вот костным дефектом. Потом можно, имея компьютерную модель и зная, какая у нас структура, это вот шаг назад, то, что я вам объяснял, напечатать на 3D-принтере вот такую вот костную заплатку. А из чего напечатать? Ну, из вот этих химических элементов, про которые я говорил, которые, например, будут содержать гидроксиапатит, то есть те химические элементы, где есть кальций, фосфор и вот это все. И вот из этого мы можем печатать какую-то такую структуру, которая может походить на кость. И вот это вот как раз то, что я вам показываю. Это вот структура, напечатанная на 3D-принтере, содержащая в себе гидроксиапатит. Как это выглядит под микроскопом? Вот так это выглядит под микроскопом. Это такая высокопористая структура, состоящая из маленьких ячеечек, через которые может прорастать наша собственная костная ткань, соединяясь, интегрируясь с имплантатом. Вот есть такая общая картинка, разные варианты таких имплантатов, что можно делать. И, собственно, что мы делали? Вот, например, два года назад делали операцию собаки на отсутствующий кусок костной ткани. Мы поставили имплантат, примерно как раз вот такой вот имплантат, только он был меньшим размером. Вот чуть более такая шокирующая картинка. Это в прошлом году был очень сложный случай. К нам обратилась ветеринарная клиника, что у дога, вы представляете, дог, огромная такая собака, у нее была остеосаркома, и пришлось удалять кость примерно 11 сантиметров. И у нас было примерно где-то 10 дней на то, чтобы изготовить по томограмме, по рентгену, точную копию ее кости, которая была утрачена, которую мне пришлось удалить. И мы поставили собаке имплантат, и вот это она после операции ходит. Как вы видите, даже, в принципе, тут хромоты особо и такое незаметно. И это как раз благодаря воспроизведению структуры. Но, как вы помните, когда я говорил про проблемы имплантатов, я говорил, что есть еще важная проблема. Около 20% операций заканчиваются чем? Да, инфекциями. И вот что же делать с этими 20%? Понятно, можно обколоть, например, антибиотиками. Но проблема антибиотиков, что антибиотику абсолютно пофиг, на что воздействовать. На клетке организма, либо на бактерии. Он без разбора бьет. И поэтому что можно делать? Можно вводить медицинский препарат прямо в имплантат. Причем, если мы будем вводить медицинский препарат, какой-то антибиотик в пористую структуру, то она помешает росту наших собственных клеток. Поэтому в пористую структуру вводить его нельзя. А что же делать? Вводить в сплошную? Вот это проблема. Это же сплошной жесткий слой. Как его насытить? Кто-то знает? Между? Нет, надо именно как-то пропитать внешний слой жесткий, чтобы на поверхности был антибиотик. Ну, хорошие варианты, да. В принципе, это сейчас все действительно используется. Какие-то такие нарощенные слои дополнительные, прокладочки. Но вот есть еще более такой самый, на мой взгляд, такой последний технологический метод, который мы как раз используем. Это использование, тут подсказочка, сверх критические флюиды. Слово такое очень немножко пугающее. Представляются какие-то такие мозговые вибрации, не знаю. Если загуглить слово «флюиды», то вы можете загуглить сейчас. Там какая только чушь не вылезает. Но, тем не менее, используя вот это то самое, о чем я сейчас расскажу, можно насыщать любыми медицинскими препаратами, ну, не любыми, но разными медицинскими препаратами, например, антибиотиками, сплошной жесткий слой имплантата. И давайте немножечко окунемся в такую школьную физику. Знаете, что это такое? Это фазовая диаграмма воды. Что это такое? Можно отложить на диаграмме давление воду и представить, что вот, допустим, при атмосферном давлении, атмосферное, обычное наше давление, есть лед. Если мы лед нагреем до какой температуры? До нуля градусов, то у нас лед начинает превращаться в воду. Вода дальше кипит при температуре 100 градусов и становится паром. И вот три области. Твердое вещество, жидкое, газ. Если мы пойдем куда-нибудь в горы, то там какое давление? Оно пониже. Вот давайте опустимся по диаграмме пониже. И вот, соответственно, при более низком давлении у нас лед начинает плавиться при какой температуре? При чуть большей. А вода превращаться в пар? Ну, чуть меньше. Да, это, например, проблема в горах чаечек заварить. Ну или что-нибудь простерилизовать. Потому что не доходим до обычной, привычной нам точки кипения. Хотя вода будет действительно кипеть при этой низкой температуре и становиться паром. И вот оказывается, что не все так еще тут просто. Если поднять давление, существенно поднять, и поднять температуру, то при давлении 218 атмосфер и температуре 374 градуса вода будет что-то среднее между жидкостью и газом. И вот это как раз и называется сверхкритический флюид. То есть выше какой-то определенной критической точки. А флюид, потому что от английского слова fluid, течь. То есть это что-то, способное вроде бы течь и вроде бы как газ. И многие вещества могут переходить в такое состояние. И самое попсовое — это диоксид углерода. Потому что он может переходить в состояние флюида при давлении всего 76 атмосфер. Это не так уж и много. И температура примерно 31 градус Цельсия. То есть это практически комнатная температура. И это можно делать в таких суровых домашних условиях. И вот перед вами жидкий диоксид углерода, который становится флюидом при изменении давления, при изменении температуры. И вот это облачко — это флюид, когда нет разницы между жидкостью и газом. И вот мы начинаем постепенно сбрасывать давление. И вот это облачко, флюид, он постепенно становится наполовину газом, наполовину жидкостью. Вот видите облачко, и из него оседает жидкий диоксид углерода. А сверху остается газ. И что самое странное, несмотря на всю необычность этого названия, наверняка, мне кажется, процентов 90 из вас сталкивались с флюидом в своей обычной жизни. А я думаю, даже 100% из вас с ним сталкивались. А где? Кто-нибудь пьет кофе, но который без кофеина, декофеинизированный? Это самый попсовый пример. Не всем людям можно пить кофе, потому что это может влиять на работу сердца, если у человека проблемы с давлением, могут быть какие-то проблемы с давлением и так далее. В общем, есть такая коммерческая надобность, а давайте сделаем декофеинизированный кофе. А как делается декофеинизированный кофе? Зерна помещаются в сосуд, в который помещается газ, диоксид углерода. Нагнетается давление, и он становится чем-то между газом и жидкостью. И он, как газ, начинает проникать везде, но как жидкость может хорошо все растворять. И он хорошо растворяет кофеин. Он проникает в зерна, растворяет кофеин. Если сбросить давление, то он превратится в газ, заберет с собой кофеин, улетучится, и у вас будут условно две кучки – кофейные зерна и кофеин. Кофеин уже как раз собирается и используется в медицине. Ну и, собственно, почему именно хорошо для экстракции использовать диоксид углерода, флюид, потому что он не разрушает структуру самого кофейного зерна, и поэтому у него остается очень такой приятный вкус. А вот это большее такое, мне кажется, для большей части аудитории знакомая штука – это извлечение хмеля. А зачем нам хмель нужен? Что делать? Да, пивасик. А пивасик – это как раз и делается экстракция хмеля методами сверхритических флюидов, потому что не портятся вот эти вот тонкие нюансы, нотки, ароматы и все такое. Поэтому в пивной промышленности сейчас все больше и больше используется вот эта технология. Ну и раз мы немножко отступили от темы, сейчас все дико топят за экологичность, за экопродукты, особенно сейчас дико коммерчески популярна экокосметика, наверняка знаете. А почему она популярна? Потому что можно взять какую-нибудь вытяжку из огурчиков и воткнуть ее в кремы. И, собственно, почему это хорошо? Потому что не нужно использовать какие-нибудь токсичные вещества для экстракции природных веществ, из тех же огурчиков, можно использовать флюид, который быстренько заберет все, что нужно, не повредив сам огурчик, а то, что он забрал, можно использовать в косметике. И тоже небольшое такое отступление. Таким же образом, например, сушат хорошие породы дерева. Вот дерево, оно содержит в себе влагу. А что делать, если влага начинает уходить? Дерево, что происходит с ним? Оно усыхает, изменяется его объем, изменяется его цвет, изменяется его характеристики. А если мы хотим сохранить какие-нибудь породы красного дерева, например, надо его не просто так сушить, надо его сушить как сверхэтическими флюидами, потому что флюид может войти в структуру дерева и забрать с собой воду, не повредив структуру. И вот разница сушка на воздухе, сушка в диоксиде углерода. Разница колоссальная. Так вот, можно не только забирать что-то из материалов, но и, наоборот, туда вгонять. И вот методами сверхэтических флюидов мы вгоняем в имплантаты, например, вот это на примере амоксицелина, это антибиотик пенициллиновой группы, мы вгоняем туда в имплантаты его. И это чашечка Петрия, и в чашечке Петрия лежит слева вверху это имплантат, пропитанный антибиотиком, это кусочек имплантата без антибиотика, а это контрольные диски с антибиотиками. И вот эта область, такая область отчуждения, это где как раз не выросли колонии микроорганизмов. И таким образом можно много чего такого вгонять в имплантаты, что будет как раз постепенно выходить на поверхность и избавлять имплантат от биопленок и всего такого нехорошего. Но окей, мы уже все ближе и ближе к нашему идеальному имплантату. Мы создали структуру, повторили геометрию имплантата, ввели в него антибиотики, либо какие-то лекарства. Но надо еще ввести что-то такое, что будет усилять рост костей и все больше убыстрять интеграцию имплантата с нашим организмом. И вот что мы делаем, например, с коллегами из Центра эпидемиологии и микробиологии Гамалея? Мы помимо этого гидроксиапатита, про который я говорил, вводим в структуру обычного полиэтилена еще специальные факторы роста. Что такое факторы роста? Это такие белковые молекулы, которые являются сигнальными. Они говорят, эй, клеточки, идите сюда, здесь нужно, чтобы росла кость. А у нас в организме условно есть два типа клеток, которые отличают за рост костей. Это остеобласты, они строят кость, а есть остеокласты, они, наоборот, разбирают кость. И вот этот процесс постоянно у нас идет. У нас постоянно что-то разбирается и что-то собирается. Ну, как по кирпичикам. И вот мы делали такое испытание. Мы вставляли имплантаты в краниальные дефекты у животных. То есть в череп вставляли имплантат. И вот это как обычные имплантаты заживают в черепе. Вот это на компьютерном томографе снято. Это череп, и вот в нем дырка. В эту дырку поместили имплантат, неконтрастный. Его здесь не видно, но он здесь присутствует в реальном черепе. И вот эти точки образуются. Это образование костной ткани. И, как вы видите, только через 6 недель у нас что-то такое начинает заживать. И вот реальные имплантаты могут там по 3 месяца заживать. В принципе, могут и больше. И это почему? Ну, потому что у нас не хватает наших ресурсов, чтобы более активно это все сращивать. А что можно сделать? Можно прямо непосредственно в имплантат ввести вот эти, то, что я говорил, факторы роста. Белковые молекулы, которые будут кричать, клетки, идите сюда. И вот мы добавляем как раз белковые факторы роста в эти имплантаты. Это разные белковые факторы роста. Если кому что-то говорит, это БМП-2, очень такой популярный фактор роста ТГФ-бета. Это все еще способствует росту кровеносных сосудов. Но неважно. Вот это то, что было, а это то, что стало с факторами роста. Это вот наша совершенно недавняя работа. Месяца 2 назад мы ее завершили. Сейчас она в процессе публикования. Через 3 недели, вы видите, полностью все заросло. И это на самом деле дичайше круто. Всего через 3 недели полное заращивание критического дефекта, который сам бы по себе не зарос. И видите, костная ткань просто чудесная. Если кому-то что-то говорит гистология, то есть ли биологи здесь или медики? В общем, костная ткань растет не с боков. Она не наползает на имплантат, она прямо изнутри имплантата начинает расти, потому что как раз внутри содержат факторы роста. Но это еще не все. Самый предел такой совершенства взять и сделать так, чтобы в нашем синтетическом неживом имплантате уже были клетки самого пациента. И что мы делаем? Мы колонизируем имплантат клетками самого пациента. Вы, наверное, слышали, есть такие стволовые клетки. Слышали, да? Это тоже такая достаточно попсовенькая тема, на которую многие спекулируют. В чем прелесть стволовых клеток? Их разные есть типы, но стволовая клетка, она такая, я бы сказал, мне нравится, сравнивать со школьниками. Вот стволовая клетка — это клетка школьник. То есть у нее много возможностей. Она может вырасти, условно, в пожарного, да в кого угодно она может вырасти. В полицейского, в военного. И пока она школьник, у нее много потенциальных возможностей. Но то, кем она станет, это очень сильно на это, кем станет школьник, это сильно влияет социальное его окружение, его среда. Вот то же самое может быть и со стволовыми клетками. У них много потенциальных возможностей. Вот, например, стволовые клетки, выделенные из костного мозга, вот, например, там, мезонхимальные, стромальные клетки, они могут стать либо костью, либо хрящом, либо, например, там, жировой тканью. И вот кем они станут, это может зависеть от нас. Мы должны заставить их стать теми, кем нам нужно. И вот если у нас костный протез, мы должны сделать так, чтобы клетки становились костью. И вот что мы делаем? Мы выделяем из костного мозга пациента перед операцией, ну, если это плановая операция, можно это делать где-то за дней 10. Берем пробу костного мозга. И в пробирке выращиваем эти клетки, и они колонизируются внутри имплантата. То есть мы кладем имплантат в условную пробирочку, и там клетки начинают его обращивать. Вот так это выглядит, это вот подсвеченные клеточки зелененькие, они начинают расти внутри имплантата и колонизируют, колонизируют его поверхность. И вот так это выглядит потом, как раз вот эти синенькие точечки, это подкрашенные клетки, которые на поверхности начинают расти, расти, расти. И потом они начинают становиться, ну, например, костью. И вот опять это для биологов картиночка и для медиков, как кость начинает расти под влиянием стволовых клеток. И вот если мы пройдемся по всему эту списку, то есть создадим биомиметический имплантат, который имитирует кость, который воспроизводит свойства кости, имеет точную геометрию, введем в него антибиотики, клетки, факторы роста. И вот тогда у нас получится такое мега-комбо, и мы приблизимся к вот этому идеальному имплантату. И вот тут, в принципе, нам тоже есть что сказать. Вот в марте этого года мы провели очень классную операцию. К нам обратилась ветеринарная клиника с тоже такой бедой. У кота, кот, 10 лет, его зовут Лапуня, у него была остеосаркома, примерно 6 сантиметров, и ему пришлось удалять часть лапы. Но чтобы не делать ампутацию, они к нам обратились, можем ли мы создать имплантат. И вот мы прошлись по всему этому списку, выделили клетки Лапуни, колонизировали имплантат. Вот этот самый имплантат. Ну, не прям тот самый, но точно такой же. Мы сразу по несколько печатаем, чтобы хирурги могли, если что, потренироваться. Это вот этот идеальный имплантат. И он как раз был имплантирован коту. И вот это кот Лапуня после операции. Вот он ходит. Да, это было, кстати, тоже в новостях. Вот этот самый котик. И вот он дает как раз интервью НТВ. Так вот, видите, с помощью биомиметических материалов и всех этих подходов можно выращивать даже вот такие вот уже весьма современные имплантаты. И, собственно, вот это первый в России клеточный инженерный код. Итак, где еще можно использовать биомиметику? Ну вот начнем немножко издалека. Есть такие вот материалы, которые называются материалы с памятью формы. А слышали про такие? Ну только не те, как это подушки в Икеа, которые, знаете, там давишь ее головой, и она там сохраняет форму. Нет, это вот не вот эта память формы. Память формы — это такая, на самом деле, очень классная научная штука. Вот если немножко в историю. Вот в 1948 году наши советские металлурги, Курдюмов и Хандрос, они предложили сплав, который может запоминать, что бы вы с ним ни делали, может запомнить свою форму. И в 1962 году был получен, это уже в Америке, первый самый коммерчески успешный сплав, он и запатентован, который назывался НИТИНОЛ. По первым буквам НИ. Никель-ТИ, ТИТАНОЛ — это лаборатория морской артиллерии США, где он был запатентован. И вот фишка этого сплава, что если у вас есть какой-то кусочек этого сплава, вы возьмете его и продеформируете, то он может вспомнить, кем он был до этого, кем он был до деформирования. Вот если вы возьмете обычную проволоку и ее как-нибудь скрутите, то, собственно, в ней произойдет пластическая деформация, и она никогда не вспомнит, что когда-то она была прямой проволокой. А вот сплав с памятью формы может. Вот так это вот выглядит. Делаются клипсы из материала с памятью формы, которые на холоде имеют одну форму, а при разогреве температуры человеческого тела 37 градусов начинают изменять свою форму на ту, которая была до их разжатия. И вот таким образом, например, эти клипсы ставятся на кровеносные сосуды для пережатия кровеносного сосуда в ходе хирургической операции. Производятся обратные вещи. Например, вводятся стенты в кровеносные сосуды в сжатом состоянии в виде такой тоненькой ниточки. И потом сворачиваются, например, в спиральку, расширяя кровеносные сосуды и восстанавливая кровоток. Это если где-то что-то закупорилось. Таким же образом ставятся некоторые ортодонтические скобы, брекеты. Они так фиксируются на зубах. Ставятся крепежные штифты. То есть, например, вот этот штифт, он сделан из нитинола. Он вначале вкручивается в десну, потом разогревается и как якорь начинает раскрываться. Разогревается от температуры человеческого тела. Как якорь разогревается, раскрывается и плотно сидит прямо внутри. Его уже довольно сложно вытащить. И вот такое отступление. Например, Boeing делал такие испытания. Это части самолета с изменяемой аэродинамикой, которые в зависимости от разогрева, от слоев воздуха начинают менять конфигурацию крыла. Есть и более дурацкие применения, типа умные одежды. Это когда рукава закатываются у рубашки, если стало жарко на улице. Понятно, это полная ересь, потому что этот материал реально дорогой и использовать в таком применении – это немножко глупо. Но тем не менее, есть, например, оправы очков, которые, если погнули, их не надо как-то вручную выпрямлять. Вы просто их окунули в стакан с теплой водой, и они распрямляются в изначальное состояние. Но вот эти сплавы с памятью формы – это то, что исторически было. Вот сейчас самое крутое, и в чем тут биомиметика, можно делать полимерные материалы, которые могут воспроизвести структуру реальных природных объектов и при этом изменять свою форму. Вот перед вами шишечка. И вот эта шишечка, она обычная шишка, она в зависимости от того, влажно сейчас либо сухо, она либо открыта, либо закрыта. В сухом состоянии она раскрыта, во влажном она закрыта. И вот можно делать полимерные материалы, в которых будет активироваться память формы. И они в одном состоянии будут открыты, в другом состоянии закрыты. Вот такая вот искусственная шишечка, которая в зависимости от влажности воздуха, то есть в чем крутость полимерных материалов, они не обязательно на температуру реагируют. Они могут реагировать на изменение влажности, на изменение освещенности, много вариантов. И они могут изменять свою форму, работать, например, как вот такая шишечка. Или вот пример, это уже пшеница, вот такой колосочек в зависимости от влажности тоже либо собран, либо разобран. И вот такой полимерный захват в зависимости от влажности, либо открыт, либо закрыт. Либо вот стручок семян орхидеи, либо он раскрытый, либо он свернутый в спиральку. И вот полимерная пластинка, которая в сухом состоянии распрямленная, во влажном начинает воспроизводить свою другую запомненную форму и становится такой вот спиралькой. Можно активировать память формы путем света. То есть полопластинка посветили на нее, и она развернулась, либо свернулась. Можно ультразвуком повоздействовать. Это нравится, например, медикам, потому что у них есть ультразвуковые аппараты. Можно ультразвуком точечно воздействовать на какую-то часть полимера, например, полимерной колбаски, и она будет изменять свою форму и двигаться. Либо вот это как раз пробное применение в такой имитации кровеносного сосуда, вот такого стента, который начинает изменять свою форму и раскрываться, расширяя стенки кровеносного сосуда за счет лазерного излучения. То есть полимерный имплантат поместили в кровеносный сосуд и начинает лазером, лазерным пучком его греть. И он расширяется, 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 и можно восстанавливать кровоток. Активировать можно, например, в электромагнитном поле. И вот перед вами фотография наночастички, наночастички оксида железа. Если их поместить в какой-нибудь совершенно немагнитный материал, например, в кусочек полиуретана, который немагнитный, то такой материал с оксидом железа начинает становиться магнитным. И если вы будете перекладывать переменное магнитное поле, ну как в микроволновке, у вас материал начинает разогреваться, как в микроволновке. А разогревается и начинает изменять свою форму. Вот такой тоже пример. Материал в зависимости от температуры был либо такой, либо стал такой. И вот это можно использовать, например, в саморазворачивающихся конструкциях. Перед вами как раз развертываемое зеркало, которое как раз имитирует работу, в том числе каких-то природных объектов, которые раскрываются и закрываются, как, например, цветочки. И вот это зеркало в зависимости от температуры или в зависимости от освещенности. А цветок ведь либо закрыт ночью, либо открыт. Вот то же самое. Вот такая конструкция открыта либо закрыта в зависимости от освещенности, либо в зависимости от температуры. Вот параболический антенный отражатель, который собирается либо разбирается. Или вот концепт крыла военного дрона. Это все финансируется американцами. Вот такой дрон, он вначале в свернутом виде, но потом начинает разворачиваться во что-то такое более пригодное для полетов. Вот концепция антенны Sunflower. Это тоже разработка NASA. Такая вот антенна, она вначале в собранном состоянии, когда выводится на орбиту, а потом на орбите начинает разворачиваться. А почему надо разворачивать что-то именно на орбите? Во-первых, легче доставить. А во-вторых, нам какие-то антенны нужны только, ну или там солнечные батареи какие-нибудь, панели, то, что иметь большую площадь, нужно только тогда, когда, например, солнышко светит условно. Если солнышко не светит, то солнечные батареи не нужны. А они могут в космосе легко быть повреждены за счет того, что космический мусор, а его весьма много у нас на орбите крутится, даже небольшой космический мусор, там миллиметровая какая-нибудь фигуречка, может пробить насквозь солнечную батарею, постепенно выводя ее из строя. И поэтому нам нужно открывать и закрывать какие-то элементы. И вот это вот такая концепция такой вот антенны. Вот это тестирование развертывания жилого лунного модуля, который вначале в свернутом виде доставлен, а потом за счет активации памяти формы может разворачиваться вот в такую вот уже большую колбасу. И сейчас это на самом деле применяется уже в медицине. Это различные роботизированные захваты. Ну пока это лабораторные испытания, еще не клинические, но тем не менее они есть. Это лабораторные захваты, которые могут малоинвазивно что-то захватывать в организме человека. Например, камни в мочевом пузыре. Захватить их и потом вытащить. Это различные фиксаторы, либо стенты, которые через мочеточник проходят в мочевой пузырь и потом там как-то разворачиваются за счет эффекта памяти формы. Есть вот такие хирургические зажимы, которые крепятся на поврежденный участок кожи и начинают контролируемо зажиматься при определенной температуре, например, при температуре человеческого тела. То есть вот такие вот скобочки, аналоги хирургических нитей шовных. Это вот наша разработка. Это самоустанавливающийся костный имплантат. Он был вначале в сжатом виде, поместили его в такие тепленькие условия, и он начинает разворачиваться, принимая свою исходную форму за счет памяти формы. А зачем это нужно? А это нужно для самоустанавливающихся имплантатов, которые могут быть доставлены в какое-то место в организме в свернутом виде, например, через небольшой надрез, а потом в организме развернуться, приняв нужную форму, например, форму костного дефекта. И вот это вот как раз фотография имплантата, и то, как он был вставлен в дефект и развернулся. Вот это аналогичная нашей статья китайских коллег. Еще где можно использовать комбинацию биомиметики и, например, памяти формы, о которой я говорил. Это блочные структуры различные. В природе они везде. Блочные структуры — это очень круто. Вот различные чешуйки, различные панцири, пластины броненосца, кожа крокодила. Чем это все круто? А тем, что вот такая сегментированная структура позволяет животному быть активным, подвижным, но при этом сохранять защитные свойства. Вот пластины броненосца, они же жесткие, но он может в них нормально двигаться, потому что между ними есть пространство. И вот это все можно имитировать на синтетических материалах. Вот что будет, если мы ударим по какому-то сплошному объекту, ну, прям по тарелочке. Она расколется. А если у нас эта тарелочка состоит из маленьких блоков, и мы ударим по этой тарелке, то развалится только какой-нибудь один блок. Но вся структура будет целой. И вот чтобы без всякого клея, без всего создать вот такую структуру, которая может быть похожа, например, на чешуйки в рыбе, нам нужно использовать самозацепленные блоки. Вот это, если что, называется остеоморфные блоки. Это работа нашего коллеги из Австралии, с которой мы как раз работали с этими структурами. Вот если, например, А, это если ударить по сплошной пластине, она расколется. Б, ударили, выбьется только одна из вот этих чешуек. И вот в этом и крутость вот таких вот сегментированных структур. И вот что мы сделали с нашим коллегой? Это адаптивная бронезащита. Вот перед вами в центре условная такая чешуйка. Много-много чешуйок, которые друг за друга зацеплены. Вокруг них находится здесь полимер с памятью формы. И если мы греем этот полимер с памятью формы, например, подаем электрический ток, он начинает расширяться, изменять свою форму. То есть он был такой маленький, но потом начинает расширяться под действием электрического тока. И вот эта пластина становится гораздо более жесткой. То есть если боец идет в бронежилете, он может легко в нем поворачиваться, потому что в нем как будто чешуйки у рыбы. Но если он идет в бой, он может активировать, нажать условную кнопку, активировать, подать ток на эту пластину. За счет памяти формы все эти чешуйки подожмутся, и бронежилет будет более жесткий. Еще одна классная тема, про которую я хотел сказать. Кстати, пока не устали? Или уже? Нормально, да? Отлично идем. Отлично. Спасибо. Тогда идем дальше. Что я хотел сказать и что такое крутое, такое cutting edge, то, что называется. Это самозалечивающиеся материалы. Это вообще просто мегабум сейчас на них идет. Я вот весной ездил на большой очень такой полимерный конгресс. И там он очень классный конгресс. Там приглашаются в основном нобелевские лауреаты, там выступали по химии полимеров и так далее. И вот процентов 30 работ представленных это по либо памяти формы, это вот мы представляли по памяти формы, то, что я вам там показывал, либо по самозалечивающимся материалам. То есть это такой дикий бум. И вот в чем фишка самозалечивания и при чем здесь биомиметика? Как восстанавливается, например, наш палец после пореза? Что происходит? Регенерация. А вот как процесс идет? То есть вместо пореза, то, что у нас там разошлось, у нас постепенно надо как-то все это условно закупорить, заткнуть дырочку, кровоток. И потом уже начинает все это делиться и зарастать. Идея в том, что можно это воспроизводить на синтетических материалах. Можно взять, например, какие-то капсулы. В эти капсулы залить залечивающее вещество. Если эта капсула лопается, то из нее выходит залечивающее вещество, и какая-то дырка где-то начинает зарастать. И вот как это происходит? У нас есть кусок материала. В этом материале есть маленькие-маленькие капсулы, еле-еле видные глазу, микрокапсулы. Если где-то через материал растет трещинка, и трещинка натыкается на такую капсулу, капсула лопается, и из нее выходит залечивающее вещество. И затвердевает, и может происходить какая-то химическая реакция, и, собственно, трещина зарастает. Вот здесь более прямая аналогия с кровеносными сосудами. Есть условный кровеносный сосуд, порвался, кровь вышла, и вот здесь происходит реакция, и вот это место начинает зарастать, вот эта трещинка. И вообще все это для чего актуально, как вы думаете? Для чего нужны вот такие самозалечивающие материалы? Все верно. Это самая наша такая российская боль. То, что из-за того, что у нас перепады температуры, то, что вода попала в какую-то трещинку, и зимой заморозилась, раздолбала побольше эту трещинку, потом туда опять попала вода, и вот этот цикл продолжается, продолжается, трещины растут, 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 и беда с асфальтом. А что можно делать? Можно вставлять в асфальт вот эти микросферы, про которые я говорил, которые будут лопаться, и в асфальт загонять вот это залечивающее вещество и затвердевать. Причем можно делать даже какие-то такие профилактические работы и активировать лопание вот этих микросфер. Можно, как это делают финские коллеги, это такая машинка едет по асфальту и как микроволновкой воздействует на асфальт, в нем начинают лопаться эти микросферы, и трещинки зарастают. Вот так это выглядит. Это асфальт до залечивания, это асфальт после залечивания. И вот у нас в Нету Миссис мы тоже проводили такие вот работы. И, по-моему, насколько я помню, когда был чемпионат мира по футболу, один из кусочков, одной из дорог, одного из стадионов, это было не в Москве, не помню, где это было, был как раз сделан из нашей разработки. Это были нанотрубки, встроенные в асфальт, которые активировали как раз микроволновым излучением или каким-то нагревом зарастание трещин в этом асфальте. Ну так вот, это может быть сделано не только, кстати, зарастание за счет условного клейкого вещества. Это может быть зарастание за счет проведения химических реакций. Вот перед вами кусок вот такой вот резиночки, вообще это полиуретан, его разрезали пополам, и в нем есть специальные такие химические вещества, которые приводят к зарастанию. Вот если два цилиндра разрезанных друг к другу присоединить, то проходит реакция, и цилиндр зарастает. И если его растянуть, то он уже не порвется. Причем можно взять и нарезать разные материалы, в которых есть вот такие вещества. Если их потом соединить, они начинают срастаться друг с другом, и вот перед вами срочная такая палочка, которую если мы растянем, она не порвется по месту сращивания. Вот это наша разработка, это самая наша цитируемая работа, она вот сейчас номер один по цитированию в мире по версии журнала Journal of Mechanical Behavior of Biomedical Materials. Это материал с памятью формы, который к тому же является самозалечивающимся. Это кусочек имплантата, вот он кусочек имплантата, напечатанный на 3D-принтере из материала с памятью формы. И вот представьте, человек, у которого есть костный имплантат, он бегает, прыгает, и у него может после какого-то большого воздействия начать расти трещинка. Если трещинка где-то образовалась под действием циклических нагрузок, человек ходит, бегает, прыгает, у него она растет, 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 это может привести к поломке протеза. И вот так это выглядит. Трещинка растет, вот она растет. Но мы воздействуем как-то температурой, как-то активируем память в формы, и трещинка начинает зарастать. Вот это восстановленная структура после активации эффекта памяти формы. Есть различные покрытия, которые, если на них… Это иногда делают для автомобилей. Если трещинка где-то там в поверхности пошла, царапина, то за счет даже того, что туда попадает дождевая вода, активируется реакция электролитическая, и покрытие может самозарастать. Вот разные такие варианты таких покрытий. Если кому интересно, потом расскажу. Вот тоже пример самозаживления трещинки. Вот трещинка была, и за счет эффекта памяти формы она начинает зарастать, и вот трещинка полностью заросла. Но самое такое, что мне на самом деле еще больше нравится, самое на самом деле гениальное, это зарастание с помощью бактерий. Можно взять бетон, и в поры бетона, а бетон – это весьма такая, может быть, пористая штуковина, в поры бетона ввести споры. Это могут быть какие-то будущие бактерии или еще что-то. И вот эти споры, когда до них трещинка дошла, и атмосферный воздух до них дошел, там изменяется влажность, и они вдруг оживают, активируются, и бактерии начинают продуцировать химические элементы, которые как раз приводят к заращиванию трещинки. И бетон зарастает. Вот так это выглядит. Пошла стрелочка, показана трещинка, вот она растет, растет. А вот за счет спор начинает трещина в бетоне зарастать, зарастать, и вот она практически заросла. Это прямо на самом деле дико круто. Итак, вот еще один пример совместимости такой биомиметики и каких-то там дополнительных других технологий. Еще что я хотел рассказать, это люминесцентные биоматериалы. Люминесцентция — это вообще такая штука свечения по действиям чего угодно, по действиям света, по действиям химической реакции, по действиям трения тепла и так далее. С люминесцентным материалом, я думаю, вы многие сталкивались. А люминесцентные живые организмы вы видели. Это всякие жучки, паучки, которые могут светиться, светятся они для разных нужд, но это, во-первых, красиво. Вот, например, это комары в пещере в Новой Зеландии. И вот там личинки, еще что-то может очень так красиво светиться. Вот, например, это медузы. Но вот в чем фишка? Можно выделять, например, из медуз, это самый попсовый вариант, из медуз можно выделять зеленый флюоресцентный белок и вставлять его, например, в живые организмы. И вот перед вами такие криповые поросята, у которых пятачки светятся и светятся копытца. Можно делать вот такие генномодифицированные организмы, которые будут светиться. Это нужно для медицины, для изучения каких-то процессов в живых организмах. Но вот для чего это сделано, кроме как так повеселиться? На самом деле очень всего много можно изучать как и в живом организме, так и, например, в пробах крови, чтобы найти вирусы, какие-то патогены, либо изучить какие-то биологические реакции. И вот не обязательно это делать с помощью материалов, взятых из живого организма. Например, с помощью хорошо известного биологам флюоресцентного белка. Можно брать то, что называется квантовые точки. Это мельчайшие-мельчайшие частички металла, либо полупроводника, которые под действием, например, ультрафиолета начинают светиться. И в зависимости от того, какой размер у этой частички, у вас будет свечение разным цветом. В этом круто. То есть можно взять один и тот же материал и, взяв разные размеры, заставить его светиться разным цветом. И таким образом можно заставлять еще вот эти различные варианты квантовых точек, вот этих частичек, за счет дополнительных покрытий, прицепляться, например, к определенным белкам в нашем организме, к определенным клеткам, либо входить в структуру клеток. И когда мы хотим это проанализировать, за счет люминесценции, изучить, а куда же у нас пришли вот эти квантовые точки. А можно заставить их прийти, например, в раковые клетки и таким образом изучать, а где же у нас скопление раковых клеток. Или вот, например, обнаружение попелома человека за счет вот такого вот подкрашивания. И вот много чего можно делать. И это одновременно и красиво, биологам по кайфу. Видите, как действительно все это красиво. Но и функционально. Можно изучать даже какие-то процессы, например, в крысе. Методами биолюминесенции, хемолюминесенции изучать какие-то реакции, например, в организме и детектировать те же самые раковые опухоли. И сколько у нас уже длится лекция? Это полтора часа? Давайте еще чуть-чуть. Давайте еще немножко удержимся. Ну, или все-таки как? Эх, отлично. Отлично. Еще необычный материал, классный материал. Это стресс-чувствительные материалы. Вот есть такая проблема у тех же самых имплантатов, что у них-то нервов нет. Если у вас, как я говорил, растет трещина в имплантате, то мы-то это не чувствуем, там нет нервов, нечему заболеть. И поэтому мы можем довести такую ситуацию, что у человека просто имплантат разломается, просто потому что он этого не чувствовал. И по-хорошему надо делать какие-то вот такие структуры, которые будут очень-очень чувствительные, как наши нервы. И вот есть такие материалы, которые называются стресс-чувствительные материалы, которые чувствуют напряжение, чувствуют стресс, деформацию. И вот немножечко в историю. В 1948 году были созданы впервые микропровода. Это тоненькие-тоненькие проводочки. И вот у Литовских, это один из как раз тех, кто придумал, как делать эти провода, он был потом посмертно награжден Ленинской премией в 1960 году. Вот он, у Литовских и Тейлор, они придумали, как можно делать тоненькие-тоненькие проводочки из металла, покрытого стеклом. И вот перед вами провод. Вот он перед вами. Никто не видит, да? Давайте я выйду из кадра, тут, конечно, съемка идет. Но кто-нибудь, поверьте, поверьте и проверьте. Видно? Вот фишка в том, что размер вот этого проводочка меньше толщины человеческого волоса. Обычно мы все любим мерить в сравнении. Ну это меньше волоса, либо больше волоса. Так вот, это меньше волоса в несколько раз. Вот это человеческий волос. А вот этот микропроводочек. Он состоит из металла, покрытого стеклянной оболочкой. И вот фишка этого провода, что очень небольшие деформации, то есть если его чуть-чуть натянуть, в нем приводят к очень существенным изменениям магнитных характеристик. То есть это магнитный провод. Если хоть чуть-чуть его поднадянуть, в нем резко изменяются магнитные свойства. И вот это называется, если кому интересно, гигантский магнитный импеданс. И вот не думайте об этом. Просто фишка в том, что маленькие деформации приводят к очень сильным изменениям магнитных характеристик. То есть можно проводить дистанционный контроль. Можно встраивать вот эти тонкие проводочки в протезы. Они очень тонкие, они незаметные. И если в протезе что-то происходит не то, начинает только зарождаться трещина, тогда мы можем почувствовать эту трещину за счет изменения магнитных характеристик провода. То есть можно детектором подойти, если это нога, к ноге человека, и посмотреть, изменились магнитные характеристики, не изменились. Изменились, окей, значит что-то там не то происходит внутри. И, как мне кажется, вот такие вот структуры, которые могут чувствовать изменения чего-либо, например, удара или повреждения, они могли бы быть, например, использованы в этом самом костюме Айронмена, Железного человека. Ведь помните, кто смотрел Айронмена? Все смотрели, да? Большинство смотрело. Там его компьютер говорит, что там ваше повреждение 80%. Ну вот, каким образом? Например, можно встроить микропровода, вот структуры, металлические пластины, и чувствовать даже небольшие повреждения, небольшие трещинки. Можно делать другие варианты. Можно встраивать вот такие вот маленькие сферы, тоже очень маленького размера, через которые, когда проходит трещина, они лопаются, и они изменяют свою структуру, в них происходит превращение, атомы в них перестраиваются, и идет испускание акустической волны. И можно измерять не только изменения магнитных характеристик, но еще слышать рост трещин. Но это то, что касается, скажем так, не очень прочных материалов, нам это все важно. А сейчас я вам расскажу про самые прочные в мире материалы. И вот вернемся к нашему полиэтилену. Мы с вами говорили про условные такие клубочки. И чем длиннее молекулы, помните, чем длиннее молекулы, тем более прочный становится материал. Помните, да? И вот фишка в том, что… Вот если мы возьмем клубочек нитей, всегда с собой ношу, и хотим его потянуть, то вот, хоть он запутанный, но постепенно нити начинают распутываться, и вот материал, скажем, рвется. Но на самом деле рвутся не сами нити. Они друг относительно друга проскальзывают, выходят из клубка. И вот что нужно сделать, тут подсказка, чтобы каждая ниточка работала? Ну, связать, либо на самом деле каждую ниточку ориентировать, вытянуть вдоль какого-то направления. Ну, условно, связать шарфик. И вот если каждая ниточка ориентирована, то когда мы будем тянуть за материал, нам, чтобы порвать материал, придется порвать каждую из этих нитей. А на самом деле энергия связи углерод-углерод в молекуле полиэтилена – это дико прочная штуковина. И если мы научимся, а мы умеем, а если мы вот эти все ниточки в кусочки полиэтилена ориентируем, то получатся ориентированные волокна. И вот сравнение удельных характеристик этих волокон. Представим, что… Ну, это такая гипотетическая ситуация. Мы возьмем стальной трос и подвесим его на что-то такое, что может этот трос условно… условный такой мегавертолет поднять воздух. И вот трос из стали порвется через 25 километров. Трос из углеродных волокон, а углеродные волокна – это очень крутая штука. Например, все болиды Формулы-1 или там многие самолеты Боинги на 50% композиционные, они делаются из углеродных волокон, потому что углеродные волокна – это круто. Они порвутся через 195 километров. Аромидное волокно, всем известное под торговой маркой «Кевлар», слышали, да? Бронежилеты из него делаются, порвется через 235 километров. А вот волокно полиэтилена, обычного полиэтилена, порвется почти через 400 километров. И вот я принес. Собственно, мы вот в лаборатории, например, синтезируем волокна, у которых прочность в 4 раз больше, прочности стали. Вроде стали – это круто, но волокно – это еще круче. И вот можно вот такое вот делать. И это будет очень прочным. Это применяется в медицине, например, для сшивания, для фиксации суставов, либо для спинальной хирургии, для фиксации позвонков. Вы знаете, что если у человека на очень суровой стадии грыжа, то ему надо, ну или проблемы с искривлениями, то надо фиксировать позвонки. Если их фиксировать металлическими пластинами, то помните, какая проблема? Там титана, металлов. Да, жесткость. Жесткость большая. Поэтому это не очень хорошо. Поэтому сейчас пытаются применять именно вот такие вот жгутики и их там наматывать между позвонками, чтобы они держали позвонки. Полимер очень мягкий, но тем не менее очень прочный. И вот это уже такое немедицинское применение. Из него делают бронежилеты, каски, корабельные канаты, антипорезные перчатки, паруса, яхт. То есть рынок колоссальный. И вот самые лучшие бронежилеты, это бронежилеты именно из такого полимера. Во-первых, он прочнее может быть кевлара, а во-вторых, есть у кевлара большая проблема, что если он намокнет, ну условно, боец попал в речку, то механические свойства кевлара сильно падают. И они могут необратимо даже упасть, и даже если жилет высохнет, это может привести уже к худшей его работе. А вот полиэтилену ему абсолютно все равно. Он абсолютно не намокает, он не гигроскопичен. Опустить его в воду хоть на сколько, ему все равно. Именно поэтому он применяется в канатах, потому что, во-первых, у него положительная плавучесть, у него плотность меньше плотности воды, он плавает на поверхности. Он дико прочный, он не намокает, ничего с ним не происходит. И вот по поводу как раз кораблей прочности. Вот можете помнить, лет 8 назад была трагедия Коста-Конкордия у берегов Италии. Такой большой-большой лайнер тонул, и у него было водоизмечение 10 тысяч тонн. И когда я его пытаюсь вытащить, его тащили стальными тросами. И все тросы рвались. И тогда взяли тросы из полиэтилена и вытащили его именно полиэтиленовыми тросами. И вот причем здесь все-таки биомиметика. Вот это вот все, что я вам показал, вот это можно использовать, вот такие протяженные структуры, для еще одной такой имитации нашего организма. Вот на что это похоже? На мышцы. Все верно. И вот следующее, что я хотел сказать, это искусственные мышцы. Вот самые первые искусственные мышцы, они были придуманы не на полиэтилене, они были придуманы на нейлоне, то есть на самом деле просто взяли леску, если рыбаки здесь есть, лески делаются часто из нейлона, взяли леску, ее определенным образом скрутили, и вот такая скрутка работала как мышца. Если эту скрутку нагреть, она начинает сокращаться как реальная мышца. И это делали наши коллеги из Техаса. И потом, это было опубликовано, насколько я помню, в Nature, и потом понеслась. Стали появляться искусственные мышцы с графеном, которые тоже за счет действия тепла начинали сокращаться, но это уже за счет эффекта памяти формы. Вот то, что делаем мы. Можно взять кусок полиэтилена, все того же самого полиэтилена, и заставить его быть материалом с памяти формы. И вот мы взяли кубик, его сдавили. Если этот кубик нагреть, он восстанавливает свою форму. Как видите, просто это идеальное восстановление формы. То есть был такой, сдавили, и вот он растет при нагреве. И вот если из полиэтилена с памяти формы сделать еще не кубики, а нити, то вот эти нити будут работать как искусственные мышцы. И вот мы взяли нити, они очень тонкие, как волоски, и свернули из них спиральки. При нагреве спиралька может сократиться и поднять груз в тысячу раз больше, чем ее собственный вес. И вот это наша недавняя статья. Вот эта искусственная мышца поднимает груз, который в тысячу раз больше ее собственного веса. При нагреве сокращается, при охлаждении, наоборот, распрямляется. И вот как это выглядит в приближенном таком виде. Мы, вот это наш недавний патент, мы стали встраивать искусственные мышцы в компрессионное белье. Может быть, знаете, что есть у человека проблемы с кровеносными сосудами, либо там люди летают, кто-нибудь летал, Москва, Нью-Йорк, например. Вот если там 10... Даже если в Кипр сидеть все время в кресле, то ноги болят уже. А кто летает долго и постоянно по долгу службы, это прям вообще беда. Если работа сидячая, а если у человека еще болезни с кровеносными сосудами, то надо разгонять кровоток. И вот для этого есть компрессионное белье, которое сжимает ноги, руки. А мы еще встраиваем в такое белье искусственные мышцы, которые начинают сокращаться и как раз улучшать кровоток. А вот это еще одно такое наше исследование. Вот компания Моторика, это вот наши очень хорошие коллеги из Сколково, они делают детские протезы, внешние протезы конечностей. Но они работают на либо традиционных каких-то там двигателях, либо за счет движения самой руки. Вот они к нам обратились, можем ли мы встроить искусственные мышцы в эти протезы. И вот мы каждому пальцу подсоединили по искусственной мышце. И вот как работает этот протез. Если его греть, например, просто воздухом теплым, вот он начинает сокращаться, мышцы начинают сокращаться. Сверху это активация электрическим током. Вот мы подаем электрический ток, и вот палец начинает сгибаться. Или вот можно отдельным щупом взять и подводить электричество. И тогда пальцы начинают сокращаться, протез работает. И это все как раз благодаря условной такой сочетании биомиметики, памяти формы, современной технологии. И последнее, последнее, о чем я хотел сказать, это 4D-печать. Вот если честно, я очень не люблю название 4D-печать, потому что все это попахивает 15D-кинотеатрами и прочей лабудой. такой коммерческой лабудой. Но что такое 4D-печать? Вы знаете, что такое 3D-печать? Это когда слой за слоем мы можем создавать какие-то трехмерные объекты, поэтому это 3D-печать. А вот 4D-печать – это обычная 3D-печать, но угадайте из чего? Из материала, с памятью формы. То есть мы можем напечатать объект на 3D-принтере, и этот объект потом превратится в другой объект. И вот, например, вот такая вот пластинка, созданная из таких сотовых ячеек. Ее поместим в горячую воду, она разогревается, активируется память формы, и вот эта 3D-структура начинает собираться в мячик, в такой шарик. И сейчас стали очень популярны различные структуры, которые имитируют структуру цветка и могут открываться, закрываться. И это вот как раз все напечатано на 3D-принтере, и этот цветочек открывается, закрывается, и может быть использован как роботизированный захват, либо в мягких роботах. Вот такие вот мягкие роботы, их хотели использовать для работ на завалах. То есть если где-то произошло обрушение, надо понять, если кто-то живой под завалом, то можно запустить мягкого робота, который может проникнуть в щели, в таком свернутом состоянии, а потом там развернуться, принять другую форму и как-то проанализировать местность. Можно на 3D-принтере печатать совершенно разные структуры, вот такие вот красивые, сложные, на очень маленьком масштабе, которые могут сворачиваться в другие структуры. Причем можно пойти еще дальше. Можно делать все буквально из такого плоского листа. Представим ситуацию. Можно сложить обычный бумажный самолетик. Можно сложить самолетик, но из какого-нибудь современного полимерного материала. Можно напечатать самолетик из нового полимерного материала. А можно напечатать листок, который сам будет складываться в самолетик из нового полимерного материала. И вот это самое крутое, что сейчас можно сделать. Это называется такая оригами 4D-печать. Принцип оригами. можно складывать самоскладывающиеся самолетики, которые будут работать за счет эффекта сочетания 3D-печати и эффекта памяти формы. Зачем все это нужно? Можно создавать вот такие плоские структурки, которые могут складываться в контейнеры и в себе что-то содержать. А значит, если там есть активация памяти формы, можно активировать память формы, и контейнер в нужный момент раскроется. И вот это хочется сейчас использовать для адресной доставки лекарства. Вы знаете, что если лекарство попало к нам в организм, как-то впиталось, оно с кровотока может разойтись очень много всего куда, в разные места. А по-хорошему, если это лекарство сильнодействующее, нам надо очень прицельно бить в то место, которое нужно лечить, либо там, если где-то есть скопление раковых клеток, именно туда, в них, а не по всему организму. И сейчас многие надежды в этой области связаны с адресной доставкой лекарства, где можно делать маленькие-маленькие капсулы, которые будут содержать какое-то лечащее активное вещество, очень сильнодействующее, но в меньшей дозе, и которые будут помещаться в нужный орган, там раскрываться эта капсула будет и выпускать залечивающее вещество. И, собственно, вот такие вот капсулы, они напечатаны очень прецензионным методом, такой вот 3D-печатью, и они могут содержать в себе разные залечивающие вещества. И это, на самом деле, тематика целой отдельной лекции. Ну а это вот наш пример, такой простой. Мы напечатали пирамидку, это моя рука, поместили пирамидку в теплую воду, и пирамидка начинает раскрываться как цветочек. И вы видите три буквы, ну, правда, это другие три буквы, не те, о чем вы подумали. Это ЦКМ, Центр композиционных материалов, то есть то место, где мы все это разрабатываем, собственно, откуда и я. Так что спасибо за внимание. Спасибо огромное, Федор. Я думаю, теперь вы просто убедились, почему это мой любимый лектор. Итак, как у нас по традиции время вопросов, те, кто хотел очень-очень задать вопросы во время, пожалуйста, ваш выход. Давайте начнем с девушки. Мы по очереди, да, будем подходить. Рассказывалось про самозалечивающиеся материалы и на примере асфальта было. Насколько долговечно вот это залечивание и насколько много раз это может повторяться? Вот, это очень правильный вопрос, потому что сейчас многие усилия тратятся именно на то, чтобы этот процесс работал много раз. Если мы действительно делаем просто сферы, про которые я говорил, это будет работать один раз, вот она лопнула и все. И по идее, чем больше сфер туда запихнем, тем лучше, тем больше вероятность того, что мы закроем большее количество трещин. Сейчас стараются делать целые сети таких вот дискретных каналов, чтобы это больше походило на такую кровеносную систему, где может вещество переходить из одного места в другое. Это вот первый вариант. Делается сеть каналов такая. Второй вариант – это когда залечивание идет за счет химических реакций, которые могут много-много раз быть. То есть у вас химическая связь разорвалась, и есть что-то, что заставит ее обратно соединиться. И вот сколько раз разорвали, но столько раз она и соединится. Это все очень непросто с точки зрения химии, но как бы это есть. Это лабораторно, но это есть. Простите, вот вы говорили про центр детских протезов, и не совсем понятно, если эти протезы работают от нагревания, в то время как механизм сокращения в организме человека совершенно другой, то как непосредственно сам юзер протеза сможет использовать этот протез? Иначе он просто бесполезен. Спасибо за вопрос. Значит, компания Моторик, она сейчас эти протезы, точнее, эти системы, которые мы тогда для них разрабатывали, они их еще не используют. Это наше лабораторное изделие, прототип, который у нас сейчас работает. Но он, в том-то и дело, это внешний протез, он не работает от тепла человеческого организма, он работает за счет передачи электричества, какого-то электрического сигнала, за счет которого идет разогрев искусственной мышцы. И так как это внешний протез, он может разогреваться, не обязательно до температуры 37 градусов или 42 градуса, критическая температура для тела, а может разогреваться и 50, и 60. И вот как раз большая проблема многих материалов с памяти формы, что у них начинается нормальная память формы только где-то от 60 градусов, то есть весьма много. И вот наши усилия сейчас как раз направлены на то, чтобы снизить вот эту температуру активации памяти формы. Здравствуйте, Федор Святославович. Большое спасибо вам за лекцию. Было очень интересно. Спасибо. У меня вопрос про люциферин. Из чего он состоит и как вообще вот в нем вот эти вот частицы начинают светиться? Из-за чего? Какая вот эта вот реакция? Как она происходит, эта реакция, когда они светятся, эти частицы в нем? Вы вот про люминесцентные материалы, про которые говорили? Да, люциферины. А, про них не было, да. Я могу сказать, что я не специалист в этих материалах, поэтому лучше после лекции, да, мы попробуем. Последний вопрос у нас есть, будет. Добрый вечер. Хотела спросить. Вот вы рассказывали о том, как материал с памятью формы доставляет в коробочках действующее вещество. А как решается проблема утилизации коробочек? Спасибо, это очень классный вопрос. Дело в том, что это прям целое отдельное направление, про которое я не стал говорить. Это направление биорезорбируемых материалов. Вот сейчас, ну, истоки от этого еще в трендах на экологичность тоже. Сейчас же многие говорят, что вот там пластик где-нибудь в земле зарыли, и он будет там веками разлагаться. А лучше сделать какой-нибудь пластиковый стаканчик, который там быстренько за пару лет разложится. И вот многие надежды с этим связаны с биорезорбируемыми материалами, биоразлагаемыми материалами, которые состоят из природных веществ. Например, самый попсовый материал — это полилактит, это полимер молочной кислоты, либо там различные полигидроксибутираты. То есть вот это все материалы, которые делаются либо из природных веществ типа там кукрузы, пшеницы, либо, например, вот есть полигидроксибутираты, про которые я говорил, это берутся сосуды с бактериями, Бактерии кормятся, и то вещество, которое является продуктом их жизнедеятельности, такие какашки бактерий, это и есть как раз этот полимер, который может под воздействием ферментов организма либо изменение влажности, при попадании в организм, разлагаться на безвредные составляющие. И самый широко применяемый материал — это полилактит, потому что он разлагается на молочную кислоту, а молочная кислота у нас и так в организме присутствует. Когда в зале покачались, мышцы болят. А почему болят? Потому что там у нас много образовалось молочной кислоты, она еще не успела разойтись. Поэтому хорошо прямо после зала, после прокачечки пойти в бане пропариться, контролируемо в бане, в хороший душ, чтобы разогнать все это дело, тогда мышцы будут меньше болеть. Так вот, можно брать вот этот полимер молочной кислоты и из него делать оболочечки вот этих контейнеров. И фишка еще полилактида в том, что в определенном состоянии он является материалом с памяти формы, и еще он разлагаем. Но проблема еще одновременно полилактида в том, что он разлагаем достаточно долго. Он может в организме год сидеть и только через год разложиться. И поэтому многие усилия химиков направлены на то, чтобы контролировать резорбцию, то есть разложение материала в организме. И, собственно, например, полигидроксибатират, вот эти вот какашки и бактерии, про которые я говорил, они могут разлагаться примерно за месяц, то есть это очень быстро. Есть вот которые там год и два года. И комбинируя материалы, настраивая химию, мы можем настраивать время резорбции. И вот это стало сейчас применяться не только… То есть где-то уже стало применяться. Это не только вот эти вот контейнеры маленькие для доставки лекарств, пока что это для будущего. А сейчас проводятся отдельные такие вот операции. Это пока не очень повсеместно. Это в детской челюстно-лицевой хирургии. И вот с чем это связано? Что вот если у ребенка было повреждение костное какое-то, то череп же дальше растет. И поэтому если ставить постоянный имплант, он будет препятствовать нормальному развитию костей черепа. Приходится делать ряд операций. Если ставить биорезервируемый материал, биорезервируемый полимер какой-то, то он будет рассасываться, а то место, где он рассосался, там будет вырастать собственная костная ткань. И поэтому мы, например, как раз комбинируем в имплантате вот этот вот как раз полилактит, комбинируемый с гидроксиапатитом. Это вот вещество из костей, такой белый порошочек. И, собственно, где рассосался имплантат, там за счет кирпичиков костной ткани, гидроксиапатита, кальция фосфора, начинает вырастать кость. Тут очень много, конечно, таких биомедицинских проблем, но это как бы такая вот, по идее, решаемая вещь. Вот. АПЛОДИСМЕНТЫ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова